Друзья 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 Ну что, начинаем такое махание кулаками после драки. Итак, серия про вагоны Ritz. Новая, долгожданная, длинная. Почему так долго не было серии, спрашивали вы? Ну, понятное дело, лето, футбол начался, опять же, пляж, коктейли, всё такое. Я даже из этого короткого отпуска в инстаграм выложил такой специфический интересный лифт, у которого внутри двери гармошка. Рекомендую, кстати, подписаться на наш инстаграм, это такой маленький спойлер. Так, к вагонам Ritz перейдём. С этой серией мы действительно заморочились, тут тебе и поездка, тут тебе и база запаса и, в общем-то, материал, как мне показалось, получился интересный. 30 тысяч просмотров за сутки для такого контента, как проект «Железнодорожная», я считаю, что это достаточно хороший результат. В общем, мы остались им довольны. Ну, просмотры продолжают идти, люди смотрят. Конечно, не так, как смотрят самую популярную серию проекта «Железнодорожная», которая называется «Приколы первоапрельская», которая перемахнула уже за два с чем-то там миллиона просмотров. Ну, тем не менее. Так, ну что, шквал комментариев достаточно серьёзный, уже более 500. Целый день я потратил на ответ, и как раз вот мне в очередной раз пришла идея о том, что надо общаться, так скажем, живьём. Ну, давайте перейдём непосредственно к комментариям. Один из главных таких лейтмотивов, красной нитью, прошедший через все комментарии, что, дескать, не ТВЗ-шный, это вагон австрийский. Ну, мы-то больше в серии делали упор на сам обзор, на том, что вот есть теперь такой вагон, который ходит по нашим дорогам, на нём можно прокатиться. Где он сделан, это, конечно, интересно, но, как мне кажется, для праздно-шатающегося, катающегося пассажира не так важно, где он сделан и как он сделан. Точнее, не так важно, где он сделан, как важно, как он сделан, а сделан он действительно хорошо. Вот, лично мне он очень сильно понравился. Вот, мы даже нашли на сайте ТВЗ, вот, каталог модель 614476. Ну, вот, так вот, перейдём к разбору комментариев. Вот, WL Drop Trains пишет, что первую партию строили немцы в Граце, у них табличка Siemens, а потом уже сборка переехала в ТВЗ. Ну, все те комментарии, которые я озвучиваю, понятно, я их цитирую, и достоверность, она, так скажем, остаётся на совести комментаторов. В данном случае именно это просто цитаты. Зритель Sprinter 515CDI даже назвал модели, которые послужили вдохновлением, так скажем, для вагона. Это вот Siemens Viaggio. Внешне действительно похоже, вот, картинку мы нашли в интернете. Дровосек, три шестёрочки, вступает в спор, ну, говорит о том, что не только шильдик прикручивали на ТВЗ, вот, дословно. Строились эти вагоны на ТВЗ, и много деталей у них тоже отечественного производства. Тележки наши, ещё один важный технический момент, который я не упомянул в серии, и мне ещё наша фокус-группа Пинка дала о том, что я не упомянул совсем про тележки. Да, действительно, два типа тележек на 1520 мм и скорость 160 км в час, и для колеи 1435 мм и скорость 200 км в час. Но для того, чтобы показать, конечно же, смену колёсных пар, надо ехать куда-то на границу и воочию, так скажем, наблюдать, фиксировать это всё на камеру и рассказывать. Так вот, ну, привести в иллюстрацию чё-то видео и прокомментировать, это не есть гуд в данной ситуации. Что с конкурсом фотографий о музее РЖД? Про него мы помним, не переживайте, никто, никого мы не забыли. Некий спор возник у нас, так скажем, в нашем импровизированном жюри. Огромное количество фотографий тогда пришло, и как-то там вот совсем тяжело выделить. Но мы обязательно в следующей серии вот этого нашего видеоблога обязательно уже, наконец-то, я думаю, назовём победителей. Так, опять пишут про вагоны, про недостаток багажных мест. Ну, да, действительно, в серии я совсем об этом не сказал. Места для сумок под сидением нижней полки, как в старых купешках, туда вверх вещи не убрать. Да, туда наверх действительно там нету такого рундука, как раньше, туда вещи не убрать, вещи убрать можно только под сидение нижней полки. В общем-то, места там не очень много, и главное, что надо ехать с какой-то продуговатой такой сумкой, а не вот этими огромными такими чемоданами, с которыми обычно все едут в чартерах на юг. К старым вагонам теперь перейдём, к обсуждению те самые вагоны РИЦ, которые мы нашли на базе запаса. Вот от Дмитрия Хованского, надеюсь, я правильно фамилию прочитал, есть интересный комментарий. Не удивляйте, что я смотрю сюда, у меня здесь просто монитор, на котором, собственно говоря, комментарии выводятся. Старые РИЦы во времена СССР были во многих поездах вместо вагонов СВ. Средняя полка опускалась вниз, остановилась, я так понимаю, ну, спинкой нижней полки, а верхняя полка немного опускалась и была на таком же уровне, как и полки в обычных купейных вагонах. Столик был круглым, возле окна и под столиком был умывальник, а рядом со столиком было откидное сидение. Оригинальная отделка под дерево, до середины 70-х производили в вагонах, в которых было два увеличенных купе, интересно, между которыми находились отделения с умывальником и душем. Мне эти вагоны очень нравились больше, чем обычные СВ. Подробнее на эту тему, на тему старых вагонов РИЦ мы обязательно еще поговорим. Будет отдельная серия с базы запаса, где мы побывали, потому что наснимали много интересного, ну, и жалко, чтобы это все пропадало. Так что, если вам есть что интересное и конкретное сказать про вот эти старые вагоны, может быть, такой маленький ликбез, да, для нас, обязательно пишите сюда вниз в комментарии, и мы при подготовке серии это будем все учитывать. Так, едем дальше. Александр Губанков сообщает. Вагон с оранжевой раковиной – это капремонт завода Песа, город Быдгощ, того, который трамваи для Москвы склепал. Ну, интересное такое вот переплетение всего железнодорожного. Всем недовольным новым вагоном зритель ЗВП... Шен, Шен, наверное, читается. А вот рекомендует съездить на европейском шестиместном купе, чтобы познать всю прелесть. Есть, оказывается, такие. Много, надо сказать, ностальгирующих зрителей, причем по-доброму ностальгирующих, пишет вот пользователей Error 404. А старые Аминдорфы такие родные ламповые, аж стук колес в ушах заиграл. Так, один из самых популярных комментариев, собравших 52 лайка, гласит. Но я все же люблю наши старые скрипучие вагоны. Как-то дышится легко. Я просто обожаю засыпать под стук колес, особенно на стрелках, когда колесная пара скрипит на повороте, когда осмотрщик ночью стучит по буксе. Как-то все по-настоящему, да, действительно, такие вот вспоминания сразу в голове где-то проскальзывают. Рекомендуют нам, естественно, скататься в Ниццу и в другие европейские города. Мы с удовольствием, осталось только финансирование где-то найти. И сразу поедем в Ниццу. Донат у нас, кстати, открыт, если кто желает, опять же, там внизу в описании. К сожалению, темпы его невелики, там буквально какая-то тысяча рублей приходит, и мы все кидаем на ценз, на рекламу нашего проекта. То есть все, в общем, идет в дело, пока, к сожалению, не до Ницы. Если уж только за свои кровные. Ну ничего, не за горами же прямой эфир. Ну что ж, для первого раза я считаю, что достаточно. Такой ком, который, я надеюсь, не выйдет комом. Такой блин, который не выйдет комом. Такой лайвчик. Видите, я запинаюсь тут, говорю, без бумажки. Не то, что при специальной подготовке. Что ж, оставляйте комментарии именно и на вот этот формат. Интересно, как он зайдет, не зайдет. Все равно, даже если он не зайдет, мы еще несколько выпусков таких сделаем, потому что хочется, так скажем, больше общаться, естественно, со своей аудиторией. Тем более, вон тут мы сделали такую небольшую мини-студию. У нас тут и мониторы, свет, звук. Я себя вижу в картинке. До встречи в будущих сериях. До новых встреч. Пока. Работают все телерадиокомпании на свете. Сам себе телевидение. Вон оно до чего дошло. Друзья, говорит и показывает... Да что ж ты... Apple Software Update. Иди ты в баню. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.